Здравствуйте! В прямом эфире программа «Важно знать». Меня зовут Тимур Сержанов. Мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые вносят свой вклад в развитие казахстанской науки. Что примечательно, многие из них – молодые ученые. Но, несмотря на возраст, они уже стали основоположниками новых направлений в самых разных областях не только науки, но и производства, бизнеса и в других сферах. Один из них – победитель второго этапа национального проекта «100 новых лиц Казахстана» – ученый-генетик Бола Цултанкулов. Здравствуйте, Бола. Добро пожаловать к нам на программу. Здравствуйте, Тимур. Огромное спасибо за приглашение. Очень приятно находиться с вами в студии. Спасибо большое. Убежден в том, что наш разговор будет содержательным. Я, дорогие друзья, хотел бы напомнить вам, что вы также можете задавать вопросы нашему спикеру по телефону 757-681, код города Астаны 7172. Присылайте сообщение через интернет. Но прежде чем мы начнем наш разговор, предлагаю посмотреть следующий сюжет. Первые шаги в большой науке молодой казахстанский ученый-генетик Болат Цултанкулов сделал в Нотингемском университете. Там он учился по стипендии «Болошак». После продолжил обучение в Соединенных Штатах Америки. В 2014 году Болат вместе с коллегами разработал стартап-проект в области инновационной медицины. Они представили миру клеточную терапию. В том же году казахстанец основал компанию, которая занимается разработками в области регенеративных технологий. Он также сооснователь другой компании, которая разработала сыворотку для регенерации кожи. Болат, первый вопрос. Ну, все-таки уникальная система выращивания кожи. В чем же все-таки, в чем ее уникальность и, самое главное, каким образом это все происходит? Ну, уникальность в целом, скажем так, находится в том, что мы выращиваем именно клетки. Выделяем клетки у пациентов, его собственные клетки в лабораторных условиях выращиваем и используем также для пациента. Это все делается в лабораторных условиях. В целом, в Казахстане, скажем так, более серьезные шаги в 2014 году начал я делать. До этого были разработки, были попытки поработать в этом направлении. Но не знаю, почему не реализовали до конца. Ну, они не увенчались успехом? То есть, или вам это не известно? Мне не известно, чем это все обернулось. Но помимо этого, помимо меня, то есть, в тот период этим уже начали заниматься в Российской Федерации, в Украине. А вообще, самыми главными и самыми первыми, это компания FiberSales Соединенных Штатов Америки, которая получила разрешение FDA, Food and Drug Administration, в 2008 году. И они самые первые в мире начали вводить это. При подготовке вашего проекта, наверняка вы, скажем так, оглядывались на опыт других стран, других компаний. Это такой симбиозный проект? То есть, вы собирали информацию и ее применили? Или же это все-таки то, что пришло вам в голову и от начала до конца это ваш стартап? Нет, конечно, мы изучали опыт. Опыт западных стран, потому что без этого никак. Так как я занимался саморегенеративной медициной, работал со стволовыми клетками, я имел понимание рынка, то, что сейчас коммерциализуется, то, что сейчас используется. Да, посмотрев, увидев, я понимал, что мы то же самое можем делать. На опыт каких стран вы? Соединенных Штатов Америки. И только? То есть, да, США, Европа, да. Но, ну, скажем так, Южная Корея также повлияла, потому что эти страны, они очень быстро двигаются в этом направлении. Вот, посмотрев на их опыт, изучив, изучив все данные по клиническим испытаниям, понимая то, что это очень эффективно, и в первую очередь то, что у нас достаточное количество знаний, чтобы это сделать, мы решили это сделать. То есть, и начиная с 2014 года, в принципе, казахстанцам эта процедура доступна. Вот, в основном используем для омоложения, вот, также для лечения рубцов, рубцевой ткани. В чем вообще в целом суть, когда мы стареем, да, скажем так, есть такие клетки, фибробласты, они становятся неактивными, они не выделяют структурные компоненты, коллаген, эластин, которые дают непосредственную фургость коже. Вот, но мы можем выделить молодые клетки, потому что в коже, вот, также присутствуют молодые клетки. Мы их выделяем, выращиваем, потом они вводятся обратно в кожу пациента. Ресурсы вот этих молодых клеток, он исчерпаем или же все-таки? Были, были сделаны, раньше считалось, что он исчерпаем, но потом были сделаны исследования, где было показано, что, в принципе, 10% от общего количества клеток, они сохраняются. В течение всей жизни? Да, в течение всей жизни. Для чего? Для того, чтобы, главная их роль – это регенерация. Появляется какая-то травма. При ажурных травмах. Да, при различных травмах должны быть клетки, которые быстро поделятся и восстановят. В очередной раз убеждаемся, что самый мощный компьютер на Земле – это человек. Да. Вы создали некую медицинскую ферму, и сколько нужно времени, чтобы вырастить клетки кожи? Вообще, как этот процесс происходит? Ну, все происходит, сперва врач из клиники партнеров, они делают забор кожи за ухом. Почему делается за ухом? Потому что сюда не попадает ультрафиолет. Все мы знаем то, что ультрафиолет повреждает ДНК, да, и приводит к тому, что клетки функционируют не совсем хорошо, правильно. Но за ухом всегда тенек, вот, потом отсюда клетки очень легко выделяются. Делается забор, приносится нам в лабораторию, в течение месяца двух мы выделяем и выращиваем эти клетки. Ну, то есть от, скажем так, забора до того, чтобы можно было, как говорится, получить обратно. Сколько времени максимально? Максимально два месяца. Два месяца? Два месяца максимально. От площади это не зависит? Зависит от площади, потому что, вот, если площадь небольшая, то мы быстрее выращиваем клетки, потому что количество будет меньше. Если же площадь большая, необходимо большее количество клеток, вот, поэтому это занимает время. Хорошо. Насколько тяжело было продвигать ваш стартап? Здесь, наверное, приходилось, ну, долго доказывать его уникальности, или, скажем, наоборот, не долго доказывать, а сразу нашлись люди, которые поддержали. На самом деле, ну, когда я начинал, мне было 23 года, да, и первая проблема это была в том, что все-таки есть своевродная, наверное, ментальность, но, говорят, что ты слишком молодой. Мы боролись с этим, потому что люди не сразу хотели с нами разговаривать об этом, но, тем не менее, мне повезло, то есть я, в принципе, брал, открывал интернет, смотрел, какие есть клиники, набирал телефоны и пытался, как бы, напроситься на встречу. Были несколько встреч, но потом одна из клиник, они, у них был такой инновационный взгляд, они знали то, что это делается в Америке, то, что это начали делать в Украине, в Москве, вот, и они сразу предложили партнерство, и мы начали работать. Вот, в этом смысле мне очень повезло, сейчас я работаю в городе Астане, Алматы, Чемкенте, вот, партнеры очень порядочные, этичные, и работаем очень хорошо. Хорошо. Вот, все-таки, в каких же областях медицины применяется ваша технология, если перечислить? Вот, мою технологию, в первую очередь, это лечение рубцов, вот, различных тканевых повреждений, да, также для омоложения кожи против морщин, вот, это, скажем так, более косметологическое, да. Мы можем использовать для медицинских целей, медицинских целей, это непосредственно при, уже во время ожога, допустим, не после ожоговой рубцы, а именно после получения ожога, можно использовать технологии пересадок клеток, вот, я не скажу, что это что-то новое, это уже обратно же, скажу, делается, вот, делается в западных странах, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, некоторые из этих технологий используются в военных целях, то есть, допустим, в армии, да, в военных действиях различные травмы, и необходимо иметь очень легкую, быструю технологию, которая будет решать такие проблемы. Помимо этого, мы работаем также с жиром, вот, потому что ресурс клеток не только кожа, также жировая ткань, которой очень много. Допустим, последние исследования показали, что огромное количество регенеративных клеток находится в жире, вот, и буквально уже 5 лет мы работаем с жиром, также выделяем регенеративные клетки, которые используются для решения каких-то дефектов кожи, вот, рубцы. До нашей программы мы на наших страницах в социальных сетях анонсировали, кто у нас будет спикером, и получили большое количество вопросов. Вот один из них хотел бы вам передать. Если ваш проект за хорошие деньги предложат купить иностранные компании, вы согласитесь спрашивать у нас подписчиков? Вот, хороший вопрос, хороший вопрос. Так я вам и сказал, вы хотите ответить. Нет, я его не продам. На самом деле этот проект для меня, это было доказательство самому себе. После окончания Балашака, то есть пообучившись за границей, мы как патриоты хотели поднимать науку в Казахстане. И смотря там, как развивается молодежь, да, вот, то, что несмотря на возраст, молодые люди могут, они берут на себе риски. Я поставил себе задачу, то, что, в принципе, без связи, без ничего я смогу это сделать. Для меня это было таким, такой, вызовом, своего рода вызовом для себя. Вот, этот вызов, в первую очередь, помог мне профессионально, вот, духовно. И ту цель, которую, на самом деле, у каждого человека есть своя цель. Вот одна из целей моих, это развитие регенеративных технологий в Казахстане. И я считаю, это один смысл моей жизни, вот, на что я хочу потратить свою жизнь, да, и вряд ли я ее, вряд ли я продам. Но я всегда открыл сотрудничество. Первый этап вашего проекта, он уже выполнен, вы так считаете? Первый этап, он выполнен, да. Это долгосрочный проект, и мы будем, я надеюсь, то, что я буду заниматься всю жизнь, мы будем переходить уже к более тяжелым задачам. Это уже более клиническим случаем, регенерация костей, регенерация органов, да, регенерация тканей. Вот отсюда вопрос. Все-таки сейчас это больше применительно к пластической хирургии? В данном случае, да, сейчас мы используем это в косметологии, в пластической хирургии. Я предлагаю посмотреть один сюжет, и мы продолжим наш разговор. Страшная трагедия с сыном Динары случилась год назад. В тот день мальчик остался дома один. Мама только вернулась с работы и увидела, что сын спит, но весь он был какой-то бордово-серый. Когда подняла одеяло от увиденного, едва не лишилась чувств, на ее мальчике не было живого места. Ребенок получил 40% ожогов тела. Его спасли, но рубцы растут так быстро, что без должного лечения скоро он станет инвалидом. Голова может прирасти к телу, руки перестанут подниматься. Поэтому сыну Динары срочно необходима дорогостоящая операция по пересадке кожи. Казахстанские врачи подобные операции не проводят. А в зарубежных клиниках процедура стоит около 30 тысяч долларов. Деньги для семьи неподъемные. Мама в отчаянии. Она просто не знает, как помочь своему ребенку. Уже год пытаемся сам его помочь, ему лечить его. У нас не получается просто с деньгами. Все не хватает на ребенка, чтобы вот эти пласы рекупить, какие-то лекарства, чтобы его полечить. У самих просто не хватает сил. Квартира съемная, кредитов достаточно, чтобы платить. Мы же не думали, что ребенок обошется и мы будем эти кредиты выплачивать. Поэтому и не хватает всего этого. Была тяжелая травма. Вы слышали, что 40% тела ожог тела. И в этом смысле можно ли как-то решить этот вопрос при помощи вашей технологии? Может быть при помощи вас? Да, эти вопросы можно решить, но, как сказали, это на самом деле будет очень дорого. Главное, наверное, я не могу не критиковать, я не знаю, как работали наши врачи. При таких ожогах, конечно, там работает группа врачей. Но чтобы этого избежать, у нас есть ответ, чтобы это избежать. То есть это все делается во время, не после того, как образуются уже рубцы. А какое это время? Вот сейчас можно ли как-то начать? Пусть даже по, как говорится, мелкими шагами. Ну, сейчас все-таки для них это будет препарат интегра. Это американский препарат. Это не препарат, это, скажем так, синтетическая ткань кожи. Простите, чтобы, могут ли эти люди обратиться к вам? И есть ли у вас, ну, скажем так, какая-то возможность помочь, подсказать, проконсультировать, а может быть и решить этот вопрос? Проконсультировать я могу. По решению данного вопроса очень тяжелая задача. Очень тяжелая задача. Очень тяжелая, значит, не подъемная? Она подъемная, вот, но это будет занимать огромное количество времени. Я не уверен в том, что я смогу помочь. Вот, попытаться с тобой. Можно будет, да, посмотреть. Я не уверен, что я смогу помочь в этом смысле. Но, скажем так, вся проблема состоит в том, что можно было до этого не доводить. Понимаете? Ну, если бы, как бы, знал бы, где упал, салон постили. Это, ну, если прозаично сказать, это жизнь, да, то есть никто от этого не застрахован. Хорошо, мы продолжим разговор. Продолжим его вопросами социальных сетей. Здравствуйте, меня зовут Зинаида, у моего сына Ихтиос. Не могли бы вы подсказать, как нам бороться с этим недугом? Можно ли таким детям делать пересадку кожи? И что бы вы посоветовали? Вот видите, огромное количество людей, ну, по крайней мере, те, кто, как говорится, заинтересовался, те, для кого это злободневно, они так или иначе нуждаются в вашей технологии. Да, по Ихтиозу, по таким видам заболеваний, есть технологии, но они присутствуют в Соединенных Штатах Америки и сейчас проходят клинические испытания. То есть у нас их нету на постсоветском пространстве? На постсоветском пространстве их нету. Что делается? При помощи генной инженерии непосредственно восстанавливается генетика кожи, выращивается и пересазывают все уже оздоровленные клетки собственных пациентов. Вот. Сейчас проходят клинические испытания, потому что это новые технологии. В Соединенных Штатах Америки буквально в прошлом году сделали, провели испытания. Необходимо время. Вот. Необходимо время. К нам это придет и будет доступно в Америке. То есть это 5-10 лет. Может быть быстрее. Может быть быстрее, да. Потому что по таким вопросам, вот как Ихтиоз, там вопрос не только в пересадке кожи. Вот. Там вопрос и... Внутренней профилактике. Не то, что в внутренней профилактике, да, необходимо проводить генную инженерию, то есть лечить непосредственно так же генетику. Хорошо. Ну, возвращаясь к вопросу. Вот подобные случаи, к великому сожалению, случаются. Как себя вести? Как предупредить, чтобы такого не было? Это о чем вы говорили. Как же все-таки уберечь себя от этого? Да. Вот. В целом, скажу просто вот при вторых... Мы разрабатываем, допустим, технологию, которая будет очень удобна при ожоге, при некоторых видах ожогах. Допустим, можно распылить клетки. Представьте, можно взять биоптат кожи площадью 2 квадратных, 4 квадратных сантиметра, 2 на 2, чтобы выделить клетки и распылить их на площадь А4, бумаги А4, да, и не будет образования таких рубцовых тканей. Помимо этого, допустим, в советское время еще делали, во время, ну, когда поступали пациенты с ожогами, использовали амническую мембрану. То есть амническая мембрана – это часть плаценты, уроженец. Вот. Она, в первую очередь, не иммуногенна, не вызывает никаких реакций. Также содержит такие специальные растворные факторы, которые поможут для заживления ожога. Такие работы, допустим, сейчас ведутся и у нас, в Назарбаев университете. Есть Шолпан Аскарова, которая, допустим, сделала высушенный тип амнической мембраны, которую можно использовать при ожогах. Есть Абугалиев, Халувек, Резабекович, Сноциального центра транспортологии и онкологии, который сделал материал дециллеризированный из крупнорогатого скота, вот, в качестве матрикса. Вот. Мы также работаем над тем, чтобы распределять клетки. Помимо этого, вот, работаем с профессором школы медицины Арманом Сапаровым, совместно с японскими учеными с Фуко-Университетом. Вот. Мы также разрабатываем синтетический материал, который восстанавливает все слои кожи. Предварительные результаты на животных очень хорошие, но чтобы это, скажем так, это пока на стадии науки. Вот. Но, тем не менее, допустим, по амниотической мембране используется в Соединенных Штатах Америки, используется в Индии, допустим, используется. Это можно считать столовыми клетками или... Нет. Скажем так, когда идет глубокий ожог, там уничтожаются все слои кожи. И один из важных слоев – это дермальный слой, это как раз вот этот структурный слой. Вот. Его необходимо заместить. Амниотическая мембрана по своему, допустим, составу, да, она похожа к дермальному слою. Вот. И во время ожога непосредственно можно заменить. Через некоторое время эта амниотическая мембрана уничтожится сама, биодеградируется, а на месте появится свой собственный дермальный слой. Или же она интегрируется. То есть дается возможность для того, чтобы это окрепло и... Да, да. И не будет вот таких вот рубцов. То, что, допустим, распыление клеток, это тоже очень важно, потому что что делается? Когда ожог, кожа просто пытается закрыть. Закрыть травму, и она начинает сжиматься. Там образуются так называемые миофибробласты. Это мышечные фибробласты, которые сжимают, закрывают. И они синтезируют коллагейный ластин максимально, чтобы закрыть рану. Это первая задача. Функция кожи, это не наш вид, не красота. Это защищает организм от внешнего воздействия. И, допустим, ожоговая рана, они показывают, чем занимается кожа. Хорошо. Булат, у нас есть звонок. Давайте поговорим и продолжим. Хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Алло, я звоню из АТРАУ. Скажите, пожалуйста, у вас такая технология, вы сотрудничаете с Министерством правоохранения? Они готовы распространять вот эти технологии массово в Казахстане, чтобы они были доступны пациентам, таким как этот мальчик с ожогом? Спасибо, Алло. Спасибо. Вот. Насчет именно того, что с мальчиком с ожогами, там необходимо использование, как я сказал, биоматериала. Не только клеток, а именно биоматериала. Или же, допустим, в этом случае ведутся работы. То есть этот процесс, он очень долгий. Делается сперва лабораторные исследования, исследования на животных, потом проводятся клинические испытания, а потом уже непосредственно используются на практике. Алло, я, простите, пожалуйста, немножко переведу. Вопрос был в другом. Сотрудничаете ли вы с Министерством здравоохранения для того, чтобы вашу технологию масштабировать на территорию всей страны? С Министерством здравоохранения я не сотрудничаю. Но мы хотим сотрудничать по технологии РСЛ, распыление клеток. Для того, чтобы обратиться к Министерству здравоохранения, мы должны правильно подготовить продукт, показать первые результаты и уже потом разговаривать насчет этого. Я сам в целом никогда не обращался в государственные структуры, потому что для меня это обратно же вызов. Может быть, государственные структуры обращались к вам, услышав про вашу разработку? Нет, государственные структуры на данный момент времени не обращались ко мне. По этой причине пока в своем соку мы работаем. Хорошо. Следующий вопрос. Вот распыление клеток до формата А4, вы сказали. В течение какого времени это возможно? То есть поступил пациент, сразу моментально там делается биопсия его кожи, ставится специальный раствор, через 90 минут уже распыляется. Через 90 минут уже идет распыление, потом идет просто покрывает какой-либо тканью. Регенеративные, есть коллагеновые ткани. И после этого не будет образования таких рубцов, происходит хорошая эпителизация. И уже такой рубцовой ткани не будет. То есть ожог, он быстрее заживет. Это не является прям таким новым. Первые шаги делала компания Великобритании с очень хорошими результатами. Мы же пытаемся улучшить и адаптировать. Какой состав? То есть каково количество компонентов добавляется? То есть это все-таки химический процесс. Не только, видите, материал взятый у пациента здесь используется. Ну, допустим, по распылению клеток, там используются 1-2 фермента. И клетки пациента. Все. Больше ничего не используется. Мы саму кожу разделяем на клеточном уровне. То есть разделяем на клетки. Потом эти клетки мешаются специальным раствором в специальном объеме и распыляются на поверхности. Вот. Эти растворы, эти ферменты, они общедоступны. То есть, имеется в виду, в них нет недостатка. В их недостатка нет, но они все произведутся в западных странах. Да, делаются закупки. То есть у нас нет сплошки. В каких городах вы представлены? Вы говорили о Чемкенте, Алматы и Нашултане. Да. В трех городах. Пока вот только эти три города. Хорошо. Ответим еще на один звонок. И продолжим. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аслан. Я очень смотрю вашу программу. Восхищаюсь. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что проводите испытания на животных. А когда на людях будет это применяться? На практике? Спасибо. Когда начнут живать клеточки? Спасибо большое. Ну, то есть, когда перейдут к испытаниям с пациентами и когда это будет внедрено, наверное, так? Да. Ну, скажу так, то, что, допустим, не мои технологии, а уже, допустим, готовые, да, технологии, которые Назарбаев в университете, это амметическая мембрана, сухая, высушенная. Ее уже можно вводить, вот, необходимые средства на проведение клинических испытаний. Клинические испытания будут проводиться в течение одного-двух лет. Работа Абугалиева, Холубей Кризабейкович, как я знаю, уже на стадии клинических испытаний. Вы являетесь, простите, что перебиваю участником этого процесса? Нет, я просто знаю ученых, которые работают в Казахстане, мы с ними хорошо разговариваем. Хорошо. А что может решить этот вопрос для того, чтобы у них были инвесторы или они нашли средства для испытаний? В первую очередь, это помощь Минздрава, то есть нужны средства и помощь Минздрава в этом смысле. Но, как я знаю, МОН выделяет деньги, комитет науки, фонд науки выделил деньги на проекты. Они идут, но нужно время. Но что касается бизнеса, то есть, или к нему не обращались? С точки зрения бизнеса можно обратиться, но, скажем так, у нас только сейчас развиваются венчурные финансирования, у нас только развиваются сейчас инвестора. У нас ментальность была такова, что раньше инвестора, вложив деньги, они пытались получить деньги моментально. Быстро. Да. А пейбак период, да, как скажем так, период окупаемости таких проектов, он от пяти лет. От пяти лет. Вот. Для того, чтобы инвестор вложился в это, то есть ему необходимы гарантии. Ну, это больше социальный проект. То есть здесь, вложив свои деньги, ты можешь помочь не одну десятку людей. Булат, закончить хотел бы вопросом из социальных сетей. Я слышал, что вы увлекаетесь музыкой. На каком музыкальном инструменте вы играете? Ну, наверное, человек, который вас знает. Да, я не знаю. Я играю на дамбре. Я оканчиваю музыкальную школу класса дамбре. Играю на гитаре, осваиваю саксофон. Как это сочетается? Наука и музыка? Это необходимо, потому что наука, бизнес, вообще в целом творчество, да, это все творчество. Потому что, занимаясь наукой, занимаясь бизнесом, мы постоянно в поиске. То есть постоянно в раздумьях. А музыка, она расслабляет. Она расслабляет и в то же самое время помогает отвлечься и с новым взглядом вернуться к проблеме. Вот. И вообще музыка, она нужна для людей. Это неотленная часть нашей жизни. Она и вдохновляет, вот, и помогает. По этой причине занимает. Мне кажется, то есть музыку любят все. Я еще не встречал ни одного человека, который сказал, что я не люблю музыку. Если не играть, ну, по крайней мере, слушают ее абсолютно все люди. Хорошо. Вот ваш проект. На сегодняшний день мы можем, ну, какие-то результаты, что называется, увидеть и подсчитать профит, да? Что может быть дальше? Какие планы? То есть есть ведь куда расти. Больше того, вы ссылаетесь довольно часто на западные страны. Ну, наша задача все-таки, если не перегнать, то догнать точно. Да. Следующее, то, что мы будем делать обратно, вот, я сказал, это от РСЛ. Мы будем выпускать, скажем так, такой кит, набор для распыления клеток, чтобы помочь ожоговым пациентам. Еще. Вот. Второе, над чем будем работать, это регенерация костной ткани, вот, лечение артрозов, артритов с использованием клеточной терапии. Также, это вот те этапы. И, в принципе, уже также и кардиологии. Улучшать то, что уже есть. Да, уже улучшать то, что уже есть. Хорошо. Спасибо большое, Булат. К сожалению, время нашей программы ограничено. Убежден в том, что мы еще увидимся в нашей программе. Спасибо огромное. В гостях нашей программы был ученый-генетик Булат Султанкулов, победитель второго этапа национального проекта «100 новых лиц Казахстана». Спасибо вам за беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся очень скоро, как обычно, на телеканале «Хабар». И вновь обсудим то, что вам действительно важно знать. До встречи. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»